Всем снова привет! Это вторая часть видео. Первая часть видео была про физические доработки магнитола. В этой же будут программные доработки магнитола, а конкретно перепрошивка. Перепрошиваются обычно для исправления всяческих багов, неточности перевода, быстродействия устройства, а также внешнего вида. Сразу предупреждаю, если вы никогда этим не занимались, то лучше в это и не соваться, потому что одно лишнее действие и ваше устройство будет нерабочим, попросту кирпичом. Но и восстановить его будет в лучшем случае крайне тяжело, в худшем невозможно. Но если все-таки решились, для начала изучаем очень много-много информации. На таких сайтах, как XDA или 4PDA, есть множество и других хороших сайтов, но на этих проще всего найти нужную информацию. В этом деле я тоже почти чайник, на моем счету всего лишь десятка три, наверное, прошитых устройств, два из них кирпича, по своей же глупости, потому что не слил дамп прошивки. Видео будет не прям-таки информативным, но я надеюсь, некоторые аспекты вы для себя извлечете. Ну и начнем. Чтобы нам найти нужную прошивку для нашего устройства, нам нужно знать как можно больше информации о нем. Поэтому для начала мы его включаем. А чтобы подключить устройство дома, нам потребуется блок питания постоянного тока от 9 до 14 вольт, с силой тока не менее 1,5 ампера. Ну или 1 ампер, если блок питания не менее 14 вольт. Далее нужно вставить фишку в разъем магнитолы и подключить черный провод на минус с блока питания, а красный и желтый провод подключить на плюс с блока питания. После этого устройство сразу должно начать запускаться. Оставляем устройство минут на 5 в покое, чтобы оно загрузилось. Дальше лезем в настройки Android, листаем в самый низ, сведения об устройстве, и искренним все сведения, то что там есть. То есть номер сборки, когда там сделана прошивка, номер прошивки и все-все-все. Далее заходим на рабочем столе просто в настройки, нажимаем вкладку информация и искренним эту страницу тоже. Также еще не помешает сделать скрины с программы AIDA64, например, или CPU-Z. Это программы, в которых вы можете посмотреть реальные сведения об устройстве. Далее нам нужно узнать информацию с платы, то есть какой там процессор, какая там память и все такое прочее. И как вы понимаете, для этого понадобится разобрать устройство. А о том, как разобрать устройство, у меня есть в прошлом видео. Повторюсь, что делаете вы все на свой страх и риск. В общем, разобрали устройство, хорошенечко фоткаем плату с двух сторон, чтобы на фотографиях было видно наименование всех чипов. Далее, когда мы собрали всю нужную информацию, сохраняем ее где-нибудь в отдельной папке на компе. Далее нам нужно скачать и установить на компьютер программу Flash Tool. Именно через нее мы и будем прошивать наше устройство. Также вместе с этой программой скачиваем все нужные нам драйвера. Ссылочки на все это я буду оставлять в описании. И постараюсь их там наиболее интуитивно понятно расположить. Далее устанавливаем скачанные драйвера, а также нашу программу. У меня это все уже установлено, поэтому как устанавливать показывать не буду. Там все просто. Теперь самое главное, что нужно сделать, это нужно слить дамп нашей прошивки. Это нужно для того, что в случае, если что-то пойдет не так, и наше устройство кирпичится, мы сможем восстановить его из нашего дампа. А если вы любите рисковать и вам плевать на свое устройство, то можете перейти сразу к пункту перепрошивки устройства. Чтобы слить дамп нашей прошивки, нам в первую очередь понадобится прелоадер и скатер. Прелоадер должен быть от устройства с таким же процессором, как у нашего устройства. А какой у вас процессор, вы должны были узнать с платы. В моем случае это AC8227L. Ссылку на него же я и оставлю в описании. В общем, скачали наш архив с прелоадером и скатером к нему. Распаковывать желательно в тот же диск, где не находится Flash Tool. Я же обычно скидываю все в папку вместе с Flash Tool, но в отдельную папку. Обратите внимание, что в пути к файлу не должно быть русских названий папок. Далее для подключения к компу нам понадобится кабель USB-USB со штекерами с обоих сторон. Ну или такой же переходник. Также нам понадобится USB кабель, который подключается к самой магнитоле. Он должен был идти у вас в комплекте вместе с магнитолой. Также прошу заметить, что Flash Tool у нас работает только с четырехконтактным гнездом на магнитоле и только с выключенным устройством. Итак, теперь приступим. Запускаем Flash Tool от администратора. Если мы ни разу не запускали Flash Tool, у нас вылезет вот такое предупреждение, то что не удается найти файл скатер. Это нормально. Нажимаем ОК и откроется Flash Tool. Лично я для удобства разворачиваю Flash Tool на весь экран. Открываем среднюю графу, где загрузка скатер-файла. И открываем наш скатер-файл по пути, куда мы его сохранили. Итак, у нас открылось много граф с потенциально возможными пунктами прошивки, но пока что они нам не нужны. Нам нужен только один прелоадер. Поэтому оставляем галочку только на нем и во вкладке Download больше ничего не трогаем. Переходим во вкладку Memory Test. Здесь нам нужно снять все галочки и оставить галочку только на пункте RAM Test. Дальше в верхнем правом углу нажимаем кнопку Start и подключаем наше устройство. Дальше немножко о подключении устройства. Данная магнитола подключалась у меня в такой последовательности. Сперва мы подключаем USB кабель, а затем подаем питание от 9 до 14 вольт на магнитолу. И после подачи питания Flash Tool видит устройство. И еще такой нюанс. Перед каждым новым подключением приходилось отключать и питание устройства, и отключать его от ПК. Иначе в следующий раз оно уже не обнаружалось. Но все устройства разные и не все подключаются так, как это. Некоторые подключаются строго без питания. Для некоторых нужно вытащить аккумулятор, если он имеется. В общем, возможно, вам придется немножко поколдовать, ну и почитать побольше информации на сайтах. В общем, как только Flash Tool обнаружил наше устройство, происходит сразу считывание информации о памяти нашего устройства. Появится окно с галочкой об успешном считывании памяти нашего устройства. Закрываем его. На эти красные строки об ошибках не обращаем внимания, так и должно быть. Копируем полученную информацию и сохраняем куда-нибудь в блокнот. По сути, нам нужна только информация о блоках памяти eMMC, а точнее информация о блоках памяти с именами boot1, boot2 и user. Далее переходим в предпоследнюю вкладку Redback. Нажимаем первую кнопку Add. У нас появится шаблон. Кликаем по нему два раза мышкой, чтобы открыть. Появится окно, чтобы указать, куда сохранять созданный файл. У меня для этого создана папка Dump. Имя можно так и оставить по умолчанию ROM 0. Сохраняем. Дальше откроется окно, в которое нужно будет скопировать адрес и размер блока памяти. Тип так и оставляем Hex. Регион выбираем тот, с которого собираемся считывать информацию. Стартовый адрес тоже так же и оставляем 0, умноженный на 16 нулей. И в графе Length нам нужно будет скопировать размер нашего блока. Далее нажимаем кнопку OK. После нажимаем кнопку Redback. После этого подключаем наше устройство, выключенное к ПК. Если устройство успешно подключилось, будет происходить конвертация нашего блока в файл. При успешном сохранении появится галочка, закрываем ее и повторяем процедуру со всеми блоками. То есть Boot 2 и User. Также можно считать все блоки сразу, одновременно. Сам лично я не пробовал, но опытные юзеры так и делать не рекомендуют. Также есть еще один нюанс, то что версии Flash Tool до 5.14 не умеют работать с блоками больше 4 ГБ. Также в этом процессе у вас может возникнуть множество ошибок. Ссылку на их описание и решение оставлю. Дальше после считывания всех блоков у нас остается 3 вот таких вот файла. Это и есть наш дамп, дамп прошивки. И теперь в дальнейшем, если мы окирпичим наше устройство в попытках перепрошить его, у нас будет шанс восстановить его. Для этого нам понадобится программа WWR.MTK. С помощью нее из наших трех файлов мы сможем собрать полноценную прошивку. Но это я показывать не буду, а то у меня будет видео бесконечное какое-то. Но ссылки на нее и на инструкцию оставлю в описании. Теперь же, когда мы слили дамп нашей прошивки, можем более-менее спокойно приступать к самой прошивке. Прошивку можно найти не только на 4PDA, но и на других всяческих сайтах, в том числе и официальных сайтах производителя. Даже спросить у продавца на Алиэкспресс. Прошивку мы ищем, основываясь на те данные, то что мы собирали ранее. А если вам совсем туго с поиском прошивки, то на форме 4PDA есть специальная для этого тема. Вам нужно будет прислать все скоренные фотки с информацией об вашем устройстве, закрепить их под спойлером. И тогда в течение дня ребята помогут вам и перенаправят вас в нужную вам тему. Итак, когда теперь вы нашли нужную себе прошивку, которая вам понравилась, скачиваем ее и распаковываем из архива в отдельную папку. В приоритете это должен быть диск C или тот диск, на котором у вас установлен флештул. А также в пути к прошивке не должно быть русских названий папок. Я же, как уже и говорил, скидываю все в папку, где у меня установлен флештул. Мне так удобнее. Еще есть такой нюанс, сама прошивка тоже должна быть именно под программу флештул. Потому что прошивку можно залить разными программами и разными способами. После этого запускаем флештул от имени администратора. Второй раз он уже загрузится без ошибки, потому что будет загружен тот скатер, который мы использовали для дампа. У меня же тут уже загружен скатер прошивки, не обращаем внимания. То есть запустили флештул и сразу загружаем скатер от той прошивки, что вы скачали. Скатер соответственно будет в папке с прошивкой по тому пути, куда вы ее распаковали ранее. Как только вы загрузили скатер файл, перед вами сразу появится много активных пунктов для прошивки. То есть мы можем устанавливать прошивку не полностью, а только те фрагменты, которые нас интересуют, снимая или устанавливая галочки напротив каждого пункта. Но это нам не нужно, это только для опытных пользователей. Единственное что нам нужно сделать, это снять галочку с пункта preloader. Это нужно для того, чтобы не окирпичить наше устройство. Повторюсь еще раз. Обязательно снимаем галочку с пункта preloader. И как только выполнили эти действия, в левом верхнем углу жмем кнопку download. И подключаем выключенным наше устройство к ПК. Перед этим вручную ничего форматировать не нужно. При успешном подключении устройства сразу начнется процесс загрузки прошивки. Процесс загрузки может длиться длительное время, в зависимости от ее размера. Также в процессе загрузки могут возникать кучи разных ошибок. Ссылку на их описание решения оставлю. Ну и как можем видеть, данное устройство у меня прошилось за 4 минуты 10 секунд. И при успешном завершении загрузки появится окно с галочкой. Закрываем его и можно отключить устройство от ПК и пробовать запускать. Первый запуск после перепрошивки всегда длится долго, поэтому не переживайте. Бывает вплоть до 30 минут. Если завис на загрузке и долго не включается, иногда нужно его отключить от питания и заново его включить. И именно со второй попытки он только начинает запускаться. Итак, устройство включилось, ничего не трогаем, ждем еще 5 минут, чтобы устройство хорошенько прогрузилось. После перепрошивки у вас наверняка будет английский язык, и если вы не знаете как его изменить, то сейчас покажу. На рабочем столе нажимаем кнопку Car Settings с шестеренкой, далее нажимаем на вкладку Android Settings, далее у нас будет единственная кнопка Go to Settings, нажимаем на нее, откроются настройки Android, листаем в самый низ. Нам нужен пункт System, переходим туда. И следующий пункт, который нам нужен, Languages. После перехода он будет первый, кликаем на него, далее еще раз кликаем на такой же пункт, далее выбираем пункт с плюсиком Add Language, то есть добавить язык. Дальше из списка выбираем тот язык, который нам нужен, в моем случае русский. И можете не искать его на букву R английскую, он будет еще ниже. Нашли, выбрали, теперь нужно выбрать свой регион, в моем случае Россия. Вот мы добавили новый язык, теперь нам нужно выбрать приоритет языка, в данном случае из двух языков. Для этого просто перемещаем на первое место нужный нам язык. Вот и все, после этого у вас весь текст на устройстве будет переведен на ваш язык. Дальше можете настраивать устройство под себя, скачивать всякие приложения. Если вы выбирали прошивку с руд правами, это вам дополнительный плюс, можно настроить устройство вообще как угодно. Грубо говоря, можно изменять прошивку в реальном времени, что соответственно не очень хорошо, если вы не опытный пользователь, потому что можно также опять сломать устройство. Если вы будете перепрошивать первый раз устройство, даже не надейтесь, что у вас это получится хотя бы за 2 часа. Это будет как минимум пару дней, потому что в этом процессе очень много подводных камней, и если у вас что-то не получается, в 80% случаев это вы что-то упускаете, какой-то нюанс. Поэтому много читайте, пробуйте, в конце концов даже самые опытные пользователи когда-то это делали первый раз. Но при этом сразу лучше внушить себе то, что в вашем устройствах она, и это лично моя позиция. И так как в школе был английский только в субботу и только одним уроком, а вставать в субботу ради одного урока, было такое себе. Поэтому заранее извиняюсь за свое произношение, возможно где-то оно хромает, но старался сделать все наиболее понятно. На этом все, все ссылки очень постараюсь оставить в описании, и расположить их там наиболее интуитивно понятно. Также не забудьте посмотреть первую часть этого видео про физические доработки магнитола. А также на своем втором канале про автомобили, возможно скоро сделаю лайтовое видео про подключение данной магнитолы в свою машину. Всем до свидания, всем пока, до новых видосиков.